И я приглашаю на сцену доктора физико-математических наук, члена корреспондента РАН, профессора Московского физико-технического института и Адыгейского государственного университета, автора YouTube-канала Маткульт-Привет, Алексея Владимировича Саватеева. Всем Маткульт-Привет. Я уже который раз на этой сцене. Алексей Владимирович традиционно, кстати, открывает фестиваль. Это уже правда стала традицией. Первая лекция, на его лекцию приходит очень много людей, создается нужная атмосфера, и, в общем-то, мы придерживаемся этой привычки. Ну все, я вас оставляю. Да, значит, задал мне задачу Максим, а именно отобрать пять из десятков красивейших задач. Отобрать именно пять. Я как начал их отбирать, у меня оно как поперло все, значит, одно за другим. Но давайте начнем с некоторой разминочки интеллектуальной. Задача красивая, но она в пятерку все-таки не входит. Она просто такая, знаете, вот вроде ничего не дано, а все можно найти сразу, да? Так, сейчас я вам нарисую квадрат. Так, задача школьный этап. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. По-моему, на 10 класс. Школьный этап что означает? Что она тривиальная. Понятно, да? Значит, нарисуем ее. Это для разминки как бы. Вот этот квадрат разрезан, внимание, на пять одинаковых по площади фигур. Не квадратов, а фигур. Ну, прямоугольников, понятно. Так, вот. Что нам известно? Что нам здесь известно? Известно, что вот это равно трем. Вот, ну. Что еще известно? Что эти одинаковые. Все, больше ничего не известно. А? Тройка – это маленький. Найти площадь квадрата. Неплохо, да? Мне понравилась она, потому что очень мало всего дано. Ну, почти ничего. Ну, на самом деле, всего предостаточно дано. Конечно. Все задачи с канала почти. Кроме, наверное, последней. Мне кажется, что самую красивую задачу математических олимпиад я так и не разбирал на канал. Но, кстати, я не знаю, кто канал знает. Маткульт, привет. Серьезно. Это серьезно. Ну, тогда, друзья мои, если я запамятовал и я ее, на самом деле, уже разбирал, то скажите, потому что я, может, летом где-нибудь хотел ее разобрать, когда будет там отдохну хорошенько. В общем, это моя самая любимая олимпиадная задача вообще. На самом деле, еще более крутая олимпиадная задача, еще более крутая олимпиадная задача, но она, к сожалению, не школьного уровня. Сочинил ее, пытаясь найти в зале этого человека, он из Казани. Его зовут Дамир Абзалилов. Нет его случайно? Немаем, да? Прогуливает. Ну, в общем, он невероятный задачный композитор абсолютно. И вот его задача про железную дорогу. Но она как раз на канале есть, так что вы, наверное, ее видели. Которая сводится к простейшим задачам про детскую железную дорогу, которая сводится к очень тонким моментам алгебры и комплексного анализа заодно. Так, ну хорошо, давайте думать вместе. Я же, как это сказать, думаете, я вам тут все задачи сразу буду разбирать, да? Мы вначале будем прикидывать. Ну, там, если не будет получаться, конечно, будем все разбирать. Ну что, какие идеи? Так, ну здесь тройка, да? Ну, допустим, да. Еще что? Так. Ну, сумма площадей равна 5 и площадь 1. Да? Ну, давайте, значит, вот из этого, да? Вот из этого равенства что-нибудь следует? Почему 3? Не знаю. Это как раз не 3 ни в коем случае, потому что 3 умножить на вот это равно вот это умножить на вот это. То есть тут никак не 3. Но? Ну, давайте. Я думал, совсем без х, но, наверное, совсем без х будет тяжеловато. Да, значит, вот мы уже знаем, что нам фактически надо х найти, да? Тогда мы площадь будем знать, потому что тогда мы будем знать сторону квадрата. Ну, да, пусть будет. Молодец. Превосходно. Давай, добивай. Правильно. Нифига себе. Ну и все, да, ну мы решили. Все. Нам на самом деле нужно 2х. Значит, красным ничего не видно, да? Так, ну так как… Как тебя зовут? Как? Лука. Я думаю, что не все зали думают со скоростью Луки, поэтому придется, наверное, объяснить, да? В каком ты классе учишься? В седьмом. Великолепно. А я предлагаю поаплодировать ему, конечно. Да, это великолепно просто. Как это? Без единой лишней этой самой, без единой лишней мысли. Все четко по делу, абсолютно. Итак, в самом деле, так как эти две площади одинаковые, и эта такая же, как эти, и вот эта сторона вдвое меньше этой, значит, эта вдвое меньше этой. Иначе не получится. Ну, да, дальше можно действительно, да, просто для простоты обозначить. То есть это за х, тогда это 2х, это за у, тогда здесь 2у и в сумме 3у. И вот у вас получается, собственно, то, что нам надо, что вот эта сторона втрое меньше этой, правильно? А значит, эта должна быть втрое больше этой. Можно так, да, в принципе, недалеко, без уравнений я могу даже не писать. Я просто, так как эти площади одинаковые, и эта сторона у, а это 3у, то есть вот эта втрое меньше этой, то, соответственно, вот эта должна втрое больше, то есть быть равна 9, поэтому ответ 144. То есть мы уже сразу как бы то, что надо, и знаем. 9 плюс 3. Поднимите руку, кто понял. Очень хорошо. Так, теперь мы постепенно, ну, вы, конечно, не обидитесь, да, если все-таки их будет не 5, да? То есть их будет больше 5. Трудно мне сделать их 5. Так, следующая будет такая. Ну, это, наверное, совсем простая, но тем не менее, да. Мы можем сделать два варианта у нас. Либо Луку попросить просто поднять руку, когда он решит, либо предложить думать и говорить. Как вы думаете, друзья? Ну, хорошо, все, тогда можно. Так, значит, 10 на 10. Да, нужно. У меня просто, блин, нет с собой книг. Я не взял. У меня завтра таскалово по Москве, и вчера было таскалово. Я просто, надо было взять, конечно. Ну, может, фестиваль что-нибудь подарит. Правда? Что-нибудь хорошенькое. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Шея, вот как я развел фестиваль на подарки уже, видите, как классно вышло. Так, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, значит, можно ли расставить в некоторые клетки этой таблицы плюсики с таким требованием, чтобы в любом квадрате два на два их было ровно два. В каждой клетке может быть только один плюсик или не быть плюсика. То есть больше одного нельзя. Значит, нужно соблюсти следующие два требования. Во-первых, в каждом квадратике должно быть ровно два. Ну, в принципе, неважно как. Может быть вот так. Не имеет значения. А в каждом прямоугольнике ровно один. Итак, можно ли расставить некоторое количество плюсиков? Можно вопрос? Нет. Любой. Хотя, если честно, неважно. А? Из трех. Да. Ну, тогда не в каждом два на два будут плюсики. Вот таком не будет. Квадрат 3 на 3. И что? Что будет с квадратом 3 на 3? 10 на 10. Допустим, я рассмотрел квадрат 3 на 3. Если будут идеи... Что там? Да, да, да. Я не среагировал первый раз, потому что, когда сказали про 6 на 6 первый раз, я сам не успел допереть до этого решения. У меня просто другое. Итак, дальше что? Что дальше? Говори. 12 плюсиков, потому что его можно разрезать на прямоугольнике 1 на 3. Значит, в этом квадрате 12 плюсиков. Так. Точно. А есть еще какой-нибудь цвет фломастеры, кроме черного и красного? Например, синий, зеленый. Может, есть? Я люблю много кода их, а то как-то кисло, когда всего два цвета. Так. Так. Так, 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 так. И? Ну да, в каждом два, значит, всего получается на самом деле 18. То есть, с одной стороны, тут должно быть 12 плюсиков, а с другой стороны 18. Мы пришли к противоречию. Можно и 2 на 6, да? 2 на 6 получается 4 или 6. Да? Самое экономное, да, самое экономное решение – это что не получается уже… Это такая задача, которая, как сказать, вроде она совершенно тоже тривиальная, но пока ты допрешь до чего-то очень простого, можно довольно некоторое время про нее тупить. Это пятый класс. Олимпиада за пятый класс – не самое сложное. Так. Ну да. Вот. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А если так разбить, получается раз, два, три, четыре. А у меня было такое решение. Я что-то до этого всего не допер. Я взял и посчитал, вот, с одной стороны, что во всем квадрате тогда 50 плюсов, да? А если я отрежу от него нижнюю сторону и остальное разобью на 3, 3, 3, 3, 3, 3 и так далее, то будет 30 плюсов только вот в этой. 30. Ну, 50 плюсов всего и 30 вот вверху несовместимо с тем, что осталось всего 10. Вот. То есть, у меня вот такое решение было. Ну, вот, молодцы. Вы придумали более изящное решение. Прекрасно. Так. Ну что? Наверное, пришла пора сформулировать первую из… О, отлично! Вот это совсем другое дело. Спасибо большое. Сформулировать первую из вот этих задач, которые я уже номинирую, как бы. То есть, вот, как бы номер 5. Будем считать номер 5. Задача, она такая, как бы, она… Вот, если человек вообще понял формулировку, понял, да? То он уже очень умный. Понятно, да? Вот сейчас я сформулирую. Задача за 5 класс. Олимпиада 5 класса, как там несколько лет назад где-то была. По-моему, лет 15 назад. Задача. 30 школьников пошли в поход. Потом, значит, стали проверять и выяснилось, что среди любых 10 школьников имеется, как минимум, 3 из одного класса. То есть, ну понятно, да? Взяли все C из 30 по 10 ситуаций с 10 школьниками и в каждом случае обнаружили, что какие-то 3 или более… Ну, в общем, короче, всегда можно было указать на 3 из одного и того же класса. Доказать, что среди всех 30 имеется 8 из какого-то одного и того же класса. Повторить, да? Да. Три. Нам нужно 8. Еще раз. 30 человек пошли в поход. Школьников. И когда стали исследовать, что за школьники такие, обнаружили, что какую десятку не взять из них… Какие 10, не взять. Всегда можно указать на трех одноклассников среди этих 10. То есть трех, учащихся в одном и том же классе. Доказать, что среди 30 пошедших можно указать на 8 человек из одного класса. Почему? Ну, может быть, в том, в пятом был бы один. Еще раз условие. На самом деле, я вам скажу честно, что без бумажки ее, как бы даже проговорить решение довольно сложно. Здесь решение, эта задача красивая, потому что решение – это правильное изображение условий на бумаге. Вот понимаете, да? Значит, еще раз. 30 школьников пошли в поход. И из каждых 10 можно указать на 3 одноклассника. То есть среди любых 10 имеется 3 из одного класса. Доказать, что из всех вообще школьников есть как минимум 8 представителей одного и того же класса. Так, хорошая уже идея. Давайте вот, смотрите, идея с полосками мне вообще нравится. Я предлагаю ее чуть-чуть домыслить, расположив одноклассников. Вот давайте каждый класс, класс номер 1, 2, 3, 4. Вот это классы, представители из которого существуют. Ну и понятно, что максимум их там 30. Но если бы они были 30 разных классов, то не выполнены было бы условия. Поэтому явно, что их сильно меньше. Значит, теперь вот следующий ход, который я предлагаю сделать – это расположить классы в некотором специальном порядке. Вот в каком? Нет, мы хотим вот эти классы сами, да, вот там первый, а, третий, б, седьмой, в, расположить в некотором порядке, удобном для решения этой задачи. Правильно, по убыванию. Давайте по убыванию, не возрастанию точнее. То есть вот у нас первый идет какой-то, второй и так далее, да, третий, четвертый. Вот это вот называется метод диаграммы Юнга. И это высшая математика на самом деле исследует диаграммы Юнга во всей их полноте. Но в данном случае сама концепция уже довольно быстро решает задачу. То есть смотрите, что мы делаем? Мы располагаем, и что мы замечаем? Что вот такой ситуации быть не может, правда? Ну, в смысле, как не может? Наоборот, мы как раз должны это доказать. И если вот первое уже за 8 вылезает, за 7, вот эта линия 7, и если вот этот за 8 вылез, то мы уже все доказали, правильно? То есть нам интересно привести к противоречию то, что вот этого нету. То есть все они сидят внутри прямоугольника вот этого 7 на 30. То есть, итак, если вот эта лестница по убыванию такая, что она начинается с 8 или выше, то все доказано. Вот, пожалуйста, класс, в нем 8 человек. Если же нет, тогда все они сидят внутри вот этой вот коробки. Все вот количество учеников, которые есть. Значит, эта лестница, она как-то умещается здесь внутри. Теперь я ваш аргумент довожу до как бы логического такого, что ли, следствия. Ваш аргумент. Вот рассмотрим на вот эту коробку. Либо два варианта, правда? Первый вариант. Она вся занята. Вот так, как я нарисовал, например. Все по два вот здесь или выше. То есть первый вариант, что в первых пяти классах по убыванию во всех не менее двух. Тогда как вас зовут? Тогда аргумент Сергея сразу же приводит к противоречию. Правильно? Немедленно. Тогда вот 10 человек, среди которых нет трех одноклассников. Противоречат условию задачи. Согласны? Следовательно, уже в этом столбце ниже, чем вот так. Понятно, да? Уже на этом уровне начинаются одиночки уже на уровне пятого класса. Пятого, я имею в виду, по убыванию. То есть вот это вот совершенно точно, что дальше идут только одиночки. Что нам теперь надо сделать? Вот теперь осталось заметить одну такую деталь, что в этом случае вся эта лестница умещается вот в такой. Вот в такой лестнице. Правильно? То есть тут может быть 7, 7, 6, 5. Может быть 7, 7, 7, 6, как у меня, да? Может быть и 7, 7, 7, 7. Но наверх она не уходит. А здесь она вообще обрывается. Тогда, так как каждая клеточка – это ребенок, правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Каждая клеточка – это ребенок. Сколько клеточек вот в этой коробке? Двадцать. То есть, так как всего клеточек – это столько, сколько детей, то под этой коробкой больше, чем 10 школьников. А вот теперь берите любые 10 из этих и противоречия налицо. Потому что любые 10. Здесь, например, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Понятно, что внутри вот этой линии из двух уже никаких треходноклассников нету по построению. Вот проговорить это все без рисунка невозможно. Грубо говоря, сдать эту задачу без вот этого самого, без сопровождения какого-то графического – это либо с ума сойдет тот, кто сдает, либо тот, кто принимает у него задачу. Вот одно из двух. Вот это точно произойдет. А с картинкой сразу все стоит на свои места. То есть, концепция – это диаграмма Юнга. Мы вот так их, значит, это самое, изображаем по убыванию. И теперь, соответственно, вот первое замечание, что нас интересуют только те, которые ниже 7, потому что иначе все доказано. И если ниже 7, то просто мы доказываем шаг за шагом в два хода, что не может выполниться то условие, которое поставлено, что в любых 10 есть третий на классе. Так, ну что, логику прокачали, да? Логику прокачали? Давайте немножко прокачаем, знаете что, делимость. Есть логика, есть делимость, есть алгебра. Но есть много разных разделов, конечно. Но вот делимость я прям очень люблю. Сейчас, значит, я приведу. Вот честно, приведу две задачи. Они мне нравятся, в общем, одинаково. У одной очень эффектные условия, у другой нет, но она такая красивая с точки зрения хода решения. Ну, наверное, да, там, где эффектные условия, там и надо назвать неординарной, удивительной, да, задачей. Ну, тогда давайте, да, значит, прокачаем делимость. Нет, начнем действительно, правда, с тренировки. Итак, задача тоже московский тур. Московский? Нет, по-моему, даже школьный. Или московский все-таки. Да нет, школьный, наверное. Значит, произведение девяти подряд идущих натуральных чисел делится на, что бы вы думали, 1111. Это дано. Дано, это дано. Это не всегда бывает, это дано. Ну, конечно, это не всегда бывает, да. Одиннажды, дважды, трижды и так далее, явно на 1111 не делится. Значит, ну, а нам дано, что делится. Найти минимально возможный вариант, минимально возможный кортеж вот этот, кортеж из этих чисел. То есть вопрос такой. Понятно, что когда мы идем по натуральному ряду, мы можем, ну, там, вот, произведение девяти подряд идущих однозначно определяется тем, ну, местом старта, например, да, или середины между ними. Там в оригинале было написано, каково может быть минимальное среднее арифметическое между ними. Но среднее арифметическое девяти подряд идущих чисел равно среднему между ними, правильно? Пятому по счету. Поэтому, как бы, это то же самое. Вот. Соответственно, вот у нас может с одного начаться, может с двух начаться и так далее. И просто вот вопрос, в какой первый момент окажется такая делимость? Ну, понятно, что если я, например, запущу ее с 1103 номера, то она как раз схватит 1111 и на этом все завершится. Но первый раз это или не первый? Непростая. Отличная идея. А это простые? Простые. Дальше давай. Молодец. Как тебя зовут? Карим, быстро решил. Похлопаем. И теперь... И теперь объясним, да? Давайте объясним. Итак. Произведение... Что такое простое число? Какое его главное свойство? Да, да, да. По сути, это я хочу сказать, что если произведение двух чисел делится на простое, то одно из них делится на простое. Это довольно сложная техника. Это длинное доказательство через подводка к основной теореме арифметики, уравнение диафанта, все такое. Но вот это то, что все знают с детства, даже без доказательства. Доказательства изучают подробно в математических школах. То есть простые числа отличаются от составных вот этим свойством. Составные нет. Почему? Никак, не обязательно совершенно. Например, 5 не делится на 10, и 4 не делится на 10. Правда? Они даже меньше 10. А 5 и 4 на 10 делятся. То есть это как свойство только простых чисел. Но простых оно есть. То есть, в частности, это означает, что одно из них должно делиться на 101, потому что 101 – простое. Значит, если число простое, то делимость на это число означает, что либо произведение, если делится на это число, то либо первое множитель делится, либо второе, либо оба могут делиться, в принципе. Вот. Ну и понятно, что если вот это делится на 1111, а 1111 делится на 101, то тогда вот это тоже делится на 101. Знаете, как я формулирую этот принцип? Делитель. Внимание. Делитель моего делителя. Мой делитель. И рекомендую этот педагогический прием всем учителям России. Очень хорошо запоминается, правда? Делитель моего делителя – мой делитель. А вассал моего вассала – не мой вассал. А вот делитель – мой делитель. Ну а математически мы пишем это так. Так, если а делится на b, а b делится на c, то а делится на c. То есть если я могу набрать а яблок группами по b, а сами группы по b могу набрать более мелкими группами по c, то я все яблоки могу набрать группами по c. Все понятно, да? Вот. Значит, соответственно, так как по условию вот это вот произведение делится на 1111, а 1111 просто проверяется, что делится на 101, то, соответственно, произведение наше должно делиться на 101. А 101 простое, поэтому делимость на 101 не может родиться из ничего, из неделимости. Ну, до числа 101 понятно, что на 101 ничего не будет делиться. Поэтому если вы, например, запустили даже с 92, 92 на 93, на 94, на 95, на 96, на 97, на 98, на 99 и 100, они все не делятся на 101, и произведение тоже не будет делиться. И до этого тоже никогда этого не будет. Но когда вы запустили, начиная с 93, вы уже получили делимость на 101, правильно? И осталось только последнее. Что осталось проверить? Да, что что-то здесь делится на 11. Ну и что здесь делится на 11? Конечно, тут есть число, которое делится на 11. А последнее делится на 101, и их произведение, соответственно, делится на 1111. Все. Так, ну хорошо. А теперь даю четвертую по оригинальности задачу. Значит, пятая была про 30 школьников, теперь четвертая. Она звучит так. Вы пришли на базар, а там торгуют числами. От 2 до 30. Но есть рекламная акция. Знаете, чья это задача? Знаете, кто автор задачи? Иван Валерьевич Ященко. Человек, который составляет варианты ЕГЭ. Главный по комиссии ЕГЭ. Итак, вы пришли на базар, а там числами торгуют. Можно их покупать. 2, 3, 4 и так далее. До 30. 29 чисел. Но вам, значит, как сказать, вот вы купили одно число, все они стоят 1 рубль. Любое число стоит 1 рубль. Но если вы его купили, вам бесплатно в качестве рекламы, предлагаются все его делители и все его кратные. Все делители и все кратные. Но это еще не все. Еще все кратные делители и все делители кратных. И так далее. То есть, взяв любое число, купив или получив, вы бесплатно получаете любые делители этого числа и любые кратные. Все. И там, и там. Вопрос. За сколько денег минимально можно купить все эти числа? Все эти числа. Я слышал вариант, но нет. Про простые. Нет, можно дешевле. Так, стоп. Я слышал две очень замечательные версии. Одна 4, другая 5. Я хочу допросить вначале того, кто сказал 4. Нет, 17 не делится. Так, кто сказал 5? Первый. Ну, давай. И ты никогда не решал эту задачу. Все, Лука решил. Хлопаем снова. Ну, давай. Теперь, значит, да. Теперь объясняй. Значит, еще раз. Какие? Так. И теперь скажи, что из этого следует. Значит, что они между 15 и 30. Правильно. Это означает, что ни одно из этих чисел нельзя получить ни как кратное кого бы то ни было, ни как делитель кого бы то ни было. Понятно? Нет? Значит, но смотрите, смотрите. Вот число 17. Если вы его не купили, как вы могли его получить? Делителей у него нет. Единицы здесь нет, иначе мы за один рубль все бы число купили. Значит, у него делителей нет, а кратное первое равно 34. Его здесь нет. Значит, он ниоткуда не приедет. 17 ниоткуда не приедет. Значит, изволь выложить рубль за число 17. То же самое с числом 19, 23, 29. Вот на эти 4 числа уйдет 4 отдельных рубля. И ничего с этим нельзя сделать, если задача купить все числа. Понятно? Теперь понятно, что минимум 5. У нас же есть еще числа, они не куплены. Почему ровно 5? Двойка. Четные. Нечетные меньше или равные 15. Получили все из четных. Поделив на 2, 30. Если мы получили все четные, мы получили, после этого все, которые меньше или равны 15, при удвоении дают четные до 30. А мы их уже получили. Так. Значит, какие остались? Да. И не куплены еще специально. То есть 21, 25, 27. Да. Пятая куплена, значит, 25 есть. Ну, пятая получена, значит, 25. А, я понял. Да, я сейчас скажу. Да. 3 куплено, значит, 21 есть и 27. Ну, то есть, так как все до 15 мы уже взяли, взяли все кратные тройки, это и 21 и 27, и кратные пятерки, 25 тоже взяли. Все, мы взяли все. И кто-то сказал очень правильную мысль. Правильно. Пятое купленное число может быть любое. Огромное спасибо Сергею за эту ремарку. Это действительно правда. и это вы можете сами попытаться, ну, как сказать, вечером засыпать. Будете? Вот у вас вот вы будете засыпать, у вас будет вот это все роиться, понимаете, что сегодня вам вообще грядет, да, ночь какая интересная. Математическая ночь. Ну, вот подумайте, почему действительно можно любое купить из оставшихся. Хорошо. Мы движемся вперед. Мы движемся вперед. Сейчас будут задачи постепенно усложняться, наверное, да. Так, на третьем месте находится, наверное, вот я бы поставил еще одну очень красивую задачу про делимость, но все-таки нет, мы ее разберем, а поставлю я на третье место некоторую задачу по логике. Так. Ну, так как мы сейчас занимаемся пока делимостью, да, давайте я вот это вот как бы кандидат, который не вышел родом. Итак, загадано двузначное число с черточкой, да, то есть 10х плюс у. Загадано какое-то двузначное число. Загадано. Это Петя загадал. Загаданы 8 вопросов учительницей. Учительница задает Пете 8 вопросов. И он на все правильно отвечает. Первый вопрос. x, y – это число делится на 2. Второй. А на 3? А на 4? А на 5? На 6? Наверное, нет смысла все это записывать, но ладно уже. Осталось буквально, да, чуть-чуть. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет. 8 вопросов. Известно. Число неизвестно. Но известно. Но остальным школьникам, да, в этом классе. Они же слышали, они записали. Известно, что а, нет, они не слышали ничего. Они не слышали. Они не слышали. Но когда они пришли, им сказали, что было поровну ответов да и нет. Ровно 4 вопроса. Ровно на 4 вопроса ответ да и на 4 нет. Больше ничего неизвестно. То есть вы не знаете, на какие именно ответы да, на какие именно нет. Вопрос номер 1, пункт А. Можно ли, исходя из этой информации, независимо от того, какое число отгадано, на один из этих вопросов ответить да или нет? То есть получить точный ответ на один из этих вопросов. Так. Хорошая мысль в эту сторону, да? То есть смотрите, да. Если делится на 9, значит делится на 3. Делитель моего делителя, мой делитель, да? Если делится на 8, то делится на 4 и на 2. Хорошая мысль. Хорошо. Кто сказал? Почему? Сейчас. Ну, давайте погодим. Значит так. Утверждается, что вот этот вопрос, ответ да. Давайте докажем от противного, да? Самое простое от противного. Предположим, что здесь ответ нет. Какие еще вопросы тогда будут точно с ответом нет? Нет. Правильно. А тогда все остальные да на 3, да на 5, да на 7. Мне этого вполне хватит. Почему? Потому что они попарно взаимно простые. И если число делится на 3, на 5 и на 7, оно делится на 3, между 5 и на 7. А это что? 105. Это больше, чем число x, y. Ибо оно двузначно по условию. Прекрасно. Как зовут? Женя. Супер. Похлопаем. А теперь более сложный вопрос. Можно ли ответить утвердительно или отрицательно на один из остальных вопросов, не зная числа? Хотите, я вам на дом дам? Давайте я вам дам на дом, но я потом дам подсказку желающим. Хорошо? Там есть маленькая подсказка. То есть давайте, все, не будем разбирать, а то у нас еще много впереди всего. Что-то должно остаться интригой. Лука, ты решишь. Хорошо. А вот какой задачи я присваиваю третье место. Она не очень сложная, но чрезвычайно симпатичная. Три девочки, ну, назовем их А, Б и Ц. Знаете, анекдот про поросят, да? Про поросят. Ладно, я потом расскажу, ладно, сейчас, чтобы не отвлекались. Значит, обозначим трех девочек за А, Б и Ц. Ну, там были Варя, Оля, там, допустим, Женя, да. Вот. Сели решать задачи. Некий банк задач. К было задач всего в этом банке. Ну, вот какое-то, не знаю, тренировочное, домашнее, ну, задание, короче, стали решать. И все все решили, но, но, они очень ленивые, и они себя стали сами подбадривать. Они купили целый мешок конфет. И договорились так, кто первая решит какую-то из задач, та съедает четыре конфеты. Кто вторая решит по очереди, да, вот ту же самую задачу, съедает две конфеты, а кто последняя, одну конфету съедает. Ну, и известно, что А досталось 13 конфет, Б тоже 13 конфет, а С меньше 13. Девочка оказалась не в форме. И что вы думаете спрашивается? Сколько конфет съела С? Все, ничего не надо больше знать. Ну, сколько задач было решено, тоже можно будет узнать в процессе решения, но это так, маленькая подсказочка. есть идея, да? Что? Ты решил уже? Девять конфет, правильный ответ. Так, нет, но сейчас все-таки это очень интересно. Хорошо, рассказывай. что? Да, надо вообще выдать ему микрофон. Хотела предложить, давай. За каждую задачу суммарно дается 4 плюс 2 плюс 1 7 конфет. Всем понятно, да? За каждую задачу в сумме дается 7 конфет. Так. Значит, суммарно конфет было 7к. Да, 7к, так. У нас а и б съели суммарно 26. Так. Ближайшие числа к 26, делящиеся на 7, это 28, 35. А следующие 42, уже больше, чем на 13. Противоречат этому условию. То есть, смотрите, общее количество конфет делится на 7, давайте я объясню, может кто-то не сразу понял, общее количество конфет делится на 7, потому что все решили все задачи по условию, и за каждую задачу кто-то съел 4, кто-то 2 и кто-то 1. То есть, они в сумме съели 7. Это все как бы по треугольничке такие, где 4, 2, 1. То есть, все конфеты, количество съеденных конфет делится на 7. Ну и кроме того, у нас мы знаем, что эти 2 сожрали 26. Ну, дальше мы смотрим, какие числа делится на 7. То есть, делится числа 28, 35, 42. Но 42, оно никак не совместимо с условием, что последняя девочка съела меньше конфет. Можно было даже сказать меньше или равно, в принципе. Понятно, да? То есть, иначе было бы 39. То есть, по условию должно быть не больше 38, всего съедено. Значит, нас устраивают только эти 2 числа. Ну, дальше можно просто рассмотреть два варианта. В первом у нас С съела 2 конфеты, во втором 9. Да. Две конфеты невозможно, потому что за каждую задачу, каждый получал минимум одну конфету, значит, задача была не больше. Правильно. Две конфеты невозможно, это, кстати, гораздо проще, чем мое решение. Я там рассматривал всякие варианты, как можно набрать. Да, просто, если бы было, ну, что значит 28? Значит, задач было 4. Ну, тогда минимум 4 конфеты должна была съесть. Уж если она даже дура круглая, да? Она же все-таки их решила, пусть и самый последний. Ну, не дура, она не дура, она же решала задачу, значит, она просто тормоз. То есть, она как бы умная девочка, но тормозила. Но все равно же она по одной конфете должна была получить за каждую задачу. Значит, она не могла получить 2. Значит, этот случай уходит и остается только один. 35. 35 на 9 больше, чем эти две. Но, строго говоря, еще требуется раскладка, доказывающая, что, в принципе, это было возможно. То есть, сколько, но это такая, честно говоря, довольно нудная часть задачи, которую я предлагаю всем желающим нарисовать. Эту раскладку это строится несложно. То есть, первый же вариант, который приходит в голову, в общем, оказывается верным. То есть, все, что осталось, это доказать, что вообще условия непротиворечивая внутри себя. То есть, что 35 конфет реализуются. Прекрасно! Прекрасно! Ну, это просто потрясающе. Давайте в очередной раз похлопаем. Это феноменально. это феноменально. Из какой школы, Лука? Какой? Ответь сам давай. И покажись, а то все слышат какой-то очень умный голос, но не видят от кого. Из этой лицею. Какой? Какой? Сунц, из этой лицеи КФУ. Сунц, из этой лицеи КФУ. Сунц? А, понял. Понял. Сунц, а ты из Казани или из Казани? Ага. Мы хотели это сделать в конце, но раз мы вывели нашего неожиданного второго гостя этой лекции уже на обозрении всем нашим гостям, давайте сразу и поощрим его. Это вручает наш проект и библиотека. Там есть еще мелкое такое содержание, потом посмотришь. А ты уже участвовал в каких-то олимпиадах? Побеждал, да? По-разному, да? Иногда побеждал, иногда второе место, да, занимал. Ну, круто, удачи в дальнейших. Да. А? А, Сергей. А, нет, тут уже целая банда собралась. Банда умников, знаете, там такая организация в интернете есть. Мы должны тут поаплодировать обязательно тоже. Да. Что? Круто. Так. И Сергей сказал, что Лука врет, что он из Казани, да? Ну, ладно, оставим это, как это сказать? Интрига. Оставим это интригой. Да. Так. Ну, что? Ну, да, здесь мы все обговорили. В общем, все, что только могли. Осталось две последних. Кинг-Яралаш. Знаете, такая игра Кинга. Остались две последних. Итак, жил-был король. И у него было 11 золотых украшений. Прям вообще на глаз неразличимых. Нет. Но по крутости четко ранжированных. А именно наименее крутая весила 20... Сколько я сказал украшений? Я не прав. 12. 12 украшений золотых. И у них вот такие веса. Грамм. Так. И 39. Ну, понятно, что в этом ряду как раз 12 чисел. Кто-то может подумать, что в этом ряду 11 чисел, да? Потому что 39 минус 28 равно 11. Но вы знаете, этот эффект плюс-минус 1 такой олимпиадный, классический. Если посчитать, да, будет, естественно, 12. Так вот, король хочет, к нему, значит, королю приезжает какой-то там супергость, самый вообще большой крутой король. И он хочет надеть самое крутое украшение. Но дело в том, что он не знает какое-какое, а знает его ювелир. Понятно, да? То есть ювелир, он все сразу видит все может, но ювелиру он не доверяет. Король ювелиру не доверяет, понимаете, да? Допустим, он там сказал, вот ты мне дай самое крутое украшение, а я тебе там дам тогда другое какое-нибудь, да? Ну, ювелир ему подсунет там какое-нибудь не самое крутое, и тогда получит самое крутое. Ну, в общем, вы понимаете, ситуация вполне, прямо скажем, житейская, жизненная. Как за два взвешивания на весах без гирь ювелиру убедить короля в том, что он показал на правильное украшение? Два взвешивания на весах без гирь идентифицировать однозначным образом ту, которая 39 вестит. Король очень умный. это значит, что только больше, меньше или равно. То есть только между собой, совершенно верно. Но идея здесь, ну, как бы, какие-то такие, сразу предупреждаю, стандартные идеи абсолютно не работают. Вот те, которые обычно в этих играх с взвешиваниями, они абсолютно не работают здесь. Ну, если мы все сложим, мы просуммируем арифметическую прогрессию. Что там будет? Уже кто-то посчитал, да? 402, да, будет сумма? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 33 с половиной, да, умножить на 12. 67 умножить на 6. Да, да, да. Ну, хорошо, допустим, да, но я пока, как бы, пока к взвешиванию не относится. Думаем, 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 думаем. я вполне, честно говоря, благодаря Луке и некоторым другим участникам мы так быстро идем, что у нас есть вполне время на этой задачи подумать. Следующая будет гробовая. И она, к сожалению, будет, вот я прошу прощения, она будет для старших классов, там будет очень много иксов, игреков и зетов. Но ничего, ничего, на вырост, на вырост. То есть самая красивая задача, которую я больше всего вообще, от которой я просто реально попал в ступор, когда я ее увидел. Совершенно. Вот. Простите, я никогда не сажусь обычно, но я четвертую лекцию за день читаю. Поэтому подумайте минутку. Какие идеи? Ну, не знаю, не знаю. Еще идею, давай идею. это если мы разобьем на 3. Но как мы тогда вычленим? Мне нужно, чтобы за 2 взвешивания стало абсолютно очевидно, что данный конкретный это 39 грамм. Понимаете, задача кажется совершенно невозможной просто к решению. Абсолютно. Не-не-не-не, случайно. Я просто оговорился. Ну, давайте через 3, наверное, минуты я дам первую подсказку. Хорошо? Давайте чуть-чуть еще подумаем, и я дам первую подсказку. А пока сами подумайте, как бы, подумайте сами, как извлечь какую-то нетривиальную информацию из какого-нибудь взвешивания. То есть, максимальную нетривиальную информацию. Ну что, вы там покидали туда и туда, и у вас получилось равно или не равно. Ну, там, какой-то кусок информации, ну, такой, слишком маленький для того, чтобы здесь. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Тимур? Тимур сказал следующую мысль. Может быть, сумма нескольких с этого края равна сумме нескольких с этого края? Доводите до ума. Отлично! Только чуть-чуть иначе. Первые 4 в сумме не равны последним 3. 27 тут нет. нет. Первый что? Смотрите, нам нужно получить равенство. Только из равенства мы извлечем какую-то действительно серьезную информацию. Первые 5 равны в сумме сколько? 150. Правильно? А теперь направо посмотрите. Правильно. Первые 5 равны последним 4. Первые 5 равны последним 4. берем. А теперь внимание. Если ювелир берет некоторые 5 украшений, кладет на одну и некоторые 4 других на другую и они уравниваются, то умный король понимает, что это может быть только в одном случае. Если те с краю слева, а эти с краю справа. Какое-либо изменение этой ситуации влечет к немедленному перетягиванию 5. Так, все поняли или еще раз повторить? Еще раз. Если я положу на весы какие-то 5, а на другие какие-то еще 4, то во всех поголовно ситуациях, кроме ситуации самых тяжелых 4 и самых легких 5, получается в пользу 5 перевес. И ровно в одном случае получается равенство весов. Это когда те 5 и эти 4. Поэтому первое же взвешивание убеждает короля в том, что 3 группы, которые перед ним лежат, это центральная группа, вот эта группа и вот эта. Огромный кусок информации за одно взвешивание сообщен. То есть он продемонстрировал королю, что во-первых 39 находится среди этих 4, во-вторых вот эти 5 это с 28 по 32, ну то есть здесь 36 по 39, здесь 28 по 32 и 3 оставшиеся естественно 33, 34, 35. Но дальше думайте. Молодец, все. Контрольный выстрел в голову Лука сделал. Смотрите, что теперь. берутся самые два тяжелых из наиболее легкой группы. Любые два из этой группы будут легче, даже если поменять один всего. Он их берет, берет самый тяжелый отсюда и кладет вместе с вот этими сумма которых равна 102. а здесь тоже 102. Круто! По-моему великолепно просто. Я сразу вот это супер задача. Все. Король знал их веса, естественно, да, но перестановку не знал. Два! Ровно два! Первое взвешение эти пять против этих четырех и он вот все видишь равенство. Круто, понятно все. И второе взвешивание эти три, вот эти два плюс это на одной и эти на другой. И раз получилось равенство, то из этой и из этой, да, он же продемонстрировал, что эти два из этой, а этот один из той. Соответственно, при любой замене, если я 39 заменяю на 38, все, это вниз уходит. Если одна из этих сюда, но это мне вообще не важно. То есть, ну как бы важно, что такой случай есть, вот 39 вместе с 32 и 31 уравнивает, и он может это доказать за счет этого. А любая другая ситуация была бы то, что это вниз поехало. И все, он понимает, что и то, что он взял отсюда, действительно 39. Нет, а ювелир-то знает. В том-то и дело, что тут задача очень, эта задача очень хитро устроена, не как обычная задача на взвешивание. В обычных мы ничего не знаем, кроме какой-то информации, которая у нас есть. А здесь один знает все, и второму должен доказать, второй не доверяет первому. Тут такое вот условие изначально, что он не доверяет ювелиру, король не доверяет своему ювелиру. при любой замене на любую меньшую, он же из этой группы уже берет, при любой замене это уедет вниз, потому что будет меньше 102. 102, способом взять два отсюда и одну отсюда, 102 делается ровно одним способом. Это два самых тяжелых здесь и самое тяжелое здесь. Все остальные перетягивают вниз. А значит, то, что он предъявил 102, означает, что взял и здесь два самых тяжелых, и здесь одно, ну и нам важно, что это одно. Круто? Ну, я не знаю, другого не знаю, я думаю, что только одно, если честно. Тут настолько все на грани, что... Вот. Ну, вот эту задачу я, честно, скоро быстро решил. Я на самом деле тугодум, я медленно и плохо решаю олимпиадные задачи, но иногда бывает, что я быстро что-то очень решаю. То есть я за счет этого в некоторых олимпиадах все-таки выигрывал, но далеко не во всех. То есть из меня олимпиадник так себе. Ну что? Последняя? Она значительно более сложная и из более тяжелой как бы науки, из более верхней науки такой. Уложимся ли мы в 10 минут, Алексей Владимирович? А 10, да, осталось? Ну, желательно, если наши зрители хотят еще побеседовать с вами. Но мы ее решим. Решим, решим. Просто думайте очень быстро и решайте ее. у з минус х квадрат равно 1. х з минус у квадрат равно 0. х у минус з квадрат равно минус 2. решить в целых числах. Ой, что я сказал? В r? Каких z? Да, в действительных, в обычных числах. Нет, вообще в любых. пи, е, минус корень из 2. Что угодно вообще. Но не комплексных, да. Хотя это на самом деле абсолютно неважно. Будет. Это будет неважно. В комплексных будет такое же решение. Ну, просто так как мы здесь не знаем комплексных чисел некоторые из нас. Вот в этих числах в обычных. Ну, вот эта задача появилась в Казани на студенческой олимпиаде имени Лобачевского. Это ваша местная задача. И когда мои друзья математики работающие ее увидели, они сказали господи, зачем такую красоту где-то на региональной олимпиаде использовать? Это же должна быть... Ребята, нет, вы слушайте, Казань мою не трогайте, пожалуйста. Я ее очень люблю. Казань отличная. Тут самые композиторы живут там такие крутые. Так что вот. Ну, знаете, это тот единственный случай, когда я не дам вам время думать, потому что на самом деле догадаться совершенно невозможно. Вот просто реально я не знаю, как можно догадаться до того, что я сейчас вам расскажу. гораздо красивее. Будет, но, видишь, вещественных, если бы в целых. Вещественных оно ничего не даст. Я хочу сделать одну подсказочку, что здесь я мог подставить что угодно. эта система уравнений может быть решена при любых правых частях абсолютно одинаковым способом. То есть я могу тиражировать ее как миллион задач на Олимпиад. Просто взять правую часть и менять. Но это, естественно, будет понятно, что с первого же раза все узнают это решение в интернете. это можно сделать там, где его никогда не видели. Вот так. Вот. Но то есть подсказка в том, что есть некий совершенно универсальный способ решения вот такой системы уравнений с любыми правыми частями. Ну что? Наверное… Нет? Подождать? Идея просто, понимаете, это огонь, это вот пламя, вот то, ради чего мы в математике живем. Сейчас еще что-нибудь напишу, может быть, кто-то тогда догадается. Не забывайте, что это все в вещественных, то есть никаких соображений делимости там вот этого всего ни ничего, это бесполезно. Сейчас я вот напишу, но это пока не подсказка, да? Значит, есть некоторое отображение пространства в себя. пространство в себя, да? Где сфера? Да где сфера-то? Тут если бы x квадрат плюс y плюс z квадрат равно чему-то конкретному, то да, но здесь нет этого. Вот смотрите, я сейчас написал, что три числа, то есть точка, да, пространство переходит в какие-то три другие числа. То есть есть отображение пространства в себя, записанное некоторыми полиномами, многочленами, да, конкретного однотипного вида. Ну что, открываем карты? ну, сейчас, ну намек, ну как бы вот любое отображение, да, такое, что мы вообще делаем с отображениями, ладно, намек. Вот у нас одно само в себя, вот R3 в себя. Это пространство состоит из наборов XYZ и с помощью некоторых формул перешло в себя, оно трансформировалось, да, каждая тройка XYZ перешла в какую-то другую тройку, вот которая там, ну вот, равна альфа, бета, гамма, а значит, конкретно эти альфа, бета, гамма равны просто вот таким вот, ну, таким выражением от исходных. Вот такой закон, закон, трансформация пространства какая-то, да, произошла. Трансформация пространства. Очень жесткая такая, плохо понимаемая, но какая-то трансформация пространства. Вот что мы любим делать с отображениями? С абстрактными отображениями что мы любим делать? А есть кто-то из лицея к НИТу, кто утром у меня на лекции был про задачу Наполеона? Вот они бы подсказали, что мы делаем с отображениями. Сергей, что мы делаем с отображениями часто довольно? Ну все, открываю, да, карты? Это у линейных. Открываем? Чему? Равно фи на фи. Композиционный квадрат. Что будет, если я повторю снова это действие и построю бета-гамма минус альфа-квадрат, альфа-гамма минус бета-квадрат и альфа-бета минус гамма-квадрат на основе вот этих альфа-бета и гамма? Какие получатся формулы? Но эта идея, это невозможно. Школьник не может до этого догадаться. В принципе, да, студент может быть может. Но если совсем такой продвинутый, может и может. Мы у отображения берем степень. Это частый прием. Композиционный квадрат. Мы выполняем это отображение вслед за самим собой. Возводим, да? Смотрите. Давайте аккуратно пишем, что такое бета-гамма минус альфа-квадрат. Это xy минус z квадрат умножить на xz минус y квадрат минус yz минус x квадрат, возведенное в квадрат. Правильно? Согласны? А остальные, значит, этот yz, они очень похожи друг на друга все. Очень похожи. xy минус z квадрат минус xz минус y квадрат, возведенное в квадрат. Правильно? Чисто по формальным правилам произведения композиции отображений. Это не умножение в обычном смысле слова. Это именно композиционный квадрат. То есть я дважды его применяю. Вот это к этой тройке чисел я его применил, получил новую тройку, а потом к новой тройке я применил снова вот это же самое отображение, эту же трансформацию трехмерного пространства. И вот теперь внимание. Открываем здесь карты. Что это такое? Тут придется, к сожалению, немножко, ну как бы, это не очень сложные формулы. Ну смотрите. x, давайте, прям диктуйте, первая строка. Все раскладывайте. x квадрат yz. Отлично. Дальше. xz в кубе плюс z квадрат y квадрат. Дальше. Вы уже видите, что это уходит, да? Дальше. Минус 2yz и x квадрат. Но минус на минус что делает? Плюс 2yz и x квадрат. И минус x четвертый. И вот теперь позвольте мне с этим немножко поработать. Да, потому что это сократилось. Теперь внимание. Вот это похоже на вот это. 3 x квадрат yz минус x в четвертый минус xy в кубе и минус x на z в кубе. x выносится за скобки, правда? x, скобка открывается, 3 x yz минус x в кубе минус y в кубе минус z в кубе. Друзья, все, кто учились в районе 131-го лицея, это выражение встречали. Это знаменитый многочлен, который изучается во всех матшколах. x квадрат. x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат минус 3x yz. Он делится на x плюс y плюс z. У него куча полезных и интересных свойств. Про него целое, как бы там, вот на алгебре, вот у нас в 57-й школе Москвы был целый раздел, просто мы его изучали. Но в данном случае даже важно не это, а то, что если вот это равно x на вот этот многочлен, то чему равно это? y на тот же самый многочлен, потому что он симметричный относительно x, y и z. И в третьем будет z на тот же самый многочлен. То есть дважды совершенное это преобразование возвращает мне исходные числа, только может быть домноженные на какой-то коэффициент. Исходные числа возвращает, понимаете? Домноженные на один и тот же коэффициент. Один и тот же. Тут целая наука, возможно. То есть на самом деле тут очень красивая целая наука. Но суть в том, что вот есть такое, извините, я прошу прощения, у нематематиков, есть такое РП2. Проективная плоскость. С вещественными. Ну, для обычных, ну вот сфера, просто сфера, на самом деле, на сфера, где противоположные точки склеены. Называется проективная плоскость. А кто слышал, что такое проективная плоскость? Вообще просто слышал слово проективная плоскость. Ну да, в гугле. Ну, в общем, вот это отображение фи, оно действует из проективной плоскости в себя. Фи квадрат равно ID. То есть дважды выполненное, оно дает тривиальное. Мы тройку XYZ вернули себе же, только растянутый. То есть мы вернулись на ту же прямую. Вот была прямая, мы на ней жили, мы вернулись на ту же прямую. То есть это извлечение корня из единицы, но не равного самой единице. Это вот как бы, вот этим занимается очень высокая наука алгебрической диаметрии. Там есть такое понятие группа Кремона. Вот это вот задача из этой группы Кремона, которая каким-то образом чудом попала на просто простую олимпиаду. То есть смотрите, что это означает, что мы реально должны сделать. Мы должны вот к этим применить фи. То есть взять Y на Z минус X, вот бета на гава минус альфа квадрат, то есть минус 1. Это на это минус это квадрат, это минус 2. Это на это минус… Сейчас, секунду. Минус 4. Ну, минус 2 в квадрате – это 4. 1 на 0 минус 2 в квадрате. И мы уже знаем, что наши X, Y и Z пропорциональны просто 1, 2 и 4. Осталось вообще сущие пустяки, потому что если мы уже знаем, что X, Y и Z… То есть, понимаете, с помощью этого приема мы нашли наши три числа с точностью до пропорциональности. Осталось только одно – изучить, как действует на… Вот как вот это отображение, да, действует, если X, Y и Z умножить на одно и то же число. Что произойдет? Молодцы! Лямбда-квадрат выделится, а остальное – то же самое, что было. То есть квадрат, возведется квадрат. А значит, давайте просто посмотрим, что дадут 1, 2 и 4. Что дадут 1, 2 и 4? 1, 2, 4. Что дадут нам? Так. Дважды 4 минус 1 – 7. 1, 4 минус 2 квадрат – 0. 1, 2 минус 4 квадрат – минус 14. А у нас было условие 1, 0, минус 2. И мы знаем, что при домножении на лямбда домножается на лямбда-квадрат. Если 1, 2, 4 переходит в 7, 0, минус 14, то что перейдет в 1, 0, минус 2? 7 равно лямбда-квадрат. Все, что осталось решить. Понятно, да? То есть мне нужно поделить на семерку. Ну, делим на корень из 7. Вот ответ. Он специально такой не очень удобоваримый, чтобы его нельзя было угадать. Понятно, да? Чтобы его нельзя было угадать. Чтобы именно метод решил задачу, а не угадывание. Все, ответ. x равно 1 на корень из 7, y равно 2 на корень из 7, z равно 4 на корень из 7, проявляется в лоб. Там есть огромная вокруг этого наука, но суть понятна. То есть если вы видите уравнение такого вида, применяйте его же к себе. И дальше все будет сделано. Ребята, спасибо за внимание и задавайте любые вопросы. Спасибо.